Ну что, сейчас в стране доброе утро. Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Нина Мажейко, Ольга Венская. Знаете ли, в нашем прекрасном полку красивых прибыла. Это точно, потому что Маша Хрусталёва прямо сейчас находится на некотором отдалении от нас, но всё равно мы довольно близки, чтобы обсудить какие-то волнующие темы из мира медиа прямо сейчас. Маша, тебе слово. Доброе утро, доброе весеннее утро. Ну, конечно же, будем сегодня говорить про Оскар. Я там побывала виртуально, скажем так, и уже готова рассказать о самых сочных событиях этого мероприятия. Итак, в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония награждения кинопремии «Оскар» и лучшим фильмом года признан «Опенгеймер». Он стал триумфатором церемонии и собрал сразу семь наград. Это лучший актёр, лучшая мужская роль второго плана, лучший режиссёр, лучший саундтрек, лучший монтаж и операторская работа. Почему же «Опенгеймер» называют главным фильмом года? А вот интересно, что за картиной стоит долгая история, так как Кристофер Нолан был не единственным режиссёром, которого интересовала личность физика. Ещё в 2005 году, сразу же после публикации биографии «Американский прометей», «Триумф» и «Трагедия» Роберта Опенгеймера, киноадаптацией хотели заняться сразу несколько режиссёров. Но правообладатели не желали, чтобы книгу экранизировали, а интерес Нолана к фигуре Опенгеймера был заметен в его картинах, включая и тот же «Интерстеллар» и «Довод». Стоит ещё добавить, что фильм снят на плёнку, и это тоже очень важно для кинематографистов. Бессилие перед пустотой. Вот так интересно, именно к такому выводу приходят после просмотра картины многие критики. На самом деле, очень много противоречивых мнений критики высказывают. Кто-то говорит, что в этом году очень сильная была премия, очень сильные все картины, а кто-то говорит наоборот, что уже по-разному пытаются привлечь внимание к этому событию. Там и голый человек выходит на сцену, чтобы объявить награду за лучшие костюмы. С одной стороны, знаешь, Маш, «Оскар» — это хорошо, конечно же, но мне кажется, для продюсера фильма, как и для режиссёра, собственно говоря, куда важнее, что об этом поводу думают зрители, а зритель голосует рублём. Это точно. Зритель очень активно голосовал именно за этот фильм «Опенгеймер». Кстати, как и за фильм «Барби», вот Рена Гостинга, исполнителя одной из главных ролей, мы прямо сейчас видим на экране. Он прямо в розам и в стразах. Мне кажется, что он ещё пока не вышел из роли и правильно сделал, потому что перформанс получился колоссальный. Мне кажется, это шикарное появление на церемонии «Оскар». Ну, «Оскар» обошёл пока Райана Гостинга, как и обошёл Марго Робби. Хотя, собственно говоря, были надежды большие, что актриса сыграла одну из своих главных ролей в жизни. Но, к сожалению, может быть, именно по этому поводу она пришла на красную дорожку премии «Оскар» не в традиционном розовом платье, а в чёрном латексе. Да. Не знаю, не знаю. Как сообразный траур, что меня, мол, даже не номинировали. Но, кстати, есть ещё одно примечательное событие, которое случилось на «Оскаре». Билли Айлиш, 22-летняя, да, и композитор её можно назвать, автор песен, исполнитель, она получила уже второй «Оскар», и, оказывается, в истории это прям вот прецедент такой. Большое событие. Она самая молодая, двукратная обладательница «Оскара». Поэтому, может быть, как раз-таки Марго Робби и Райана Гослинга «Оскар» обошёл, а вот Билли Айлиш, которая, собственно, песню исполнила для фильма «Барби», он не обошёл. В этой номинации как раз-таки «Барби» и получил «Оскар». Но вот что стоит сказать, возвращаясь к «Опенгеймеру», почему же таким его важным считают фильмом, и что сказали продюсеры, когда выходили забирать награду за лучшую картину, так это то, что фильм действительно посмотрели во всём мире, и это очень важно для создателей, потому что фильм выходил не только в кинотеатрах, но ещё и на онлайн-платформе, а это, кстати, редкость для скромных фильмов. Ну, Смотри, получается, и мнение критиков, и мнение зрителей совпали, и это прекрасно, Маша. Вопросов нет. Маша, какие ещё новости? Но на самом деле, сколько бы мы ни говорили о наградах, главным героем вечера на «Оскаре» стала собака по имени Месси. И для начала важно сказать, что это не какая-то дворняга, а самый настоящий актёр, который сыграл в «Анатомии падения». Кстати, картина выиграла в номинации «Лучший оригинальный сценарий». По фильму её звали Снупом, а на Каннском фестивале картина выиграла «Золотую пальмовую ветвь», а пёс получил отдельно награду «Паундог» — альтернативную премию для лучшей собачьей роли. Кстати, буквально за пару дней до «Оскара» писали, что Месси не появится на мероприятии, и, мол, её присутствие может дать «Анатомии падения» какие-то дополнительные голоса на «Оскаре». Однако за несколько часов до начала «Оскара» появилось фото Месси рядом с ведущим Джимми Киммином, и тут фанаты собаки выдохнули. Ура! Всё-таки пёс приехал на мероприятие, у него было отдельное место. Хотя вот стоит сказать, непонятно, почему кто-то думал, что это как-то может повлиять на голосование. Напомним, что само голосование, оно-то вообще-то проходит до начала мероприятия, поэтому это никак бы не повлияло на результаты. Ну, кстати, видно, что пёсик готовился, даже бабочку подготовил, да? Ну, разумеется, по поводу и без. Ну, а вот меня интересует, кто был ещё в номинации помимо пёсика, потому что, как мы помним, варианты есть. Наверняка Ворон из фильма «Убийца цветочной луны», который появлялся в, скажем так, самые знаковые моменты этого кино, мне кажется, достоин тоже какой-то награды. Ну, хотя бы призы зрительских симпатий. Абсолютно. Пускай сыра, да? Вороник, это Бог послал кусочек сыра. И вообще, говоря про «Убийца цветочной луны», очень многие надеялись. Десять номинаций было у картины, а в итоге не выиграл ни одну награду фильм. Паш, какие ещё новости? Да, мы порадуемся, давайте, за этого прекрасного пёсика и новых звёздных ролей пожелаем. Да, а компания, которая занимается разработкой биоцифровых людей на базе искусственного интеллекта, представила цифровую Мерлин Монро. Искусственный интеллект создал чат-бот «Мерлин», с помощью которого фанаты могут общаться со звездой. Компания заявила, что цифровая «Мерлин» способна считывать эмоции пользователей и реагировать соответствующим образом с помощью фирменной камеры и микрофона. А ещё она имитирует мимику и стилистику общения звезды, подстраивается под запросы собеседника, рассказывает анекдоты и передаёт персонализированные приветствия. Вот такая любопытная новость. Но, глядя на фотографию, кажется, что это просто похоже на какую-то компьютерную игру. Может быть, и не такая уж и инновация, или в чём особенность? Любопытно. Ну, знаешь, это, мне кажется, история из серии «Ах, обмануть меня нетрудно», и я сам обманываться рад, да? Ну, всё равно, что ты как бы с реальным Мерлин Монро при всём желании не пообщаешься. Да, никакого пупу-пиду тебе. И я слышала, что создатели говорят, что да, конечно, это не заменит настоящую актрису, не заменит фильмы с её участием, в частности, тому поколению, которое её помнит. Но для тех, кто, допустим, ещё мало знаком с её творчеством, это может быть хорошая возможность познакомиться с своей биографией, с её личностью. Ну, я не знаю, я бы быстрее пообщалась с большим интересом, с Райаном Гослингом, например. Мне кажется, у нашего времени свои киногерои. А его, кстати, выступление на «Оскаре» — это отсылка к выступлению Мерлин Монро, если вдруг кто-то не заметил. Вот такая вот завязочка у нас получилась. Маш, спасибо тебе огромное за эту порцию новостей. Мы желаем тебе хорошего продолжения дня. Спасибо, и вам желаю прекрасного дня. А ещё пожелаю...